Вначале было слово, затем другое. Так в прямом смысле написаны портреты голливудской звезды прошлого века Одри Хэтберн и нашего поэта-земляка Роберта Рождественского. За основу взято черно-белое изображение портрета, где белые пустые пространства – это свет, а тени и полутона – это именно шрифтовые, ну это каллиграфия, собственно. Карандаш и ручка в таком деле не годятся, нужны специальные инструменты – перья и рулинг-пен. Если первые позволяют выводить тонкие линии, то при помощи рулинг-пена получаются широкие надписи – резкие, динамичные, с брызгами и кляксами, совсем не похожи на школьное чистописание. К слову, именно так рассказывает Ольга, многие новички в изящном письме воспринимают каллиграфию. Хотя это настоящее искусство, где одну букву можно написать тысячами разных способов. А ведь есть не только кириллица, а еще латиница и даже иероглифы. Безграничное поле для творчества, а для Ольги еще и любимое дело, которому, будучи графическим дизайнером по образованию, автор пришла случайно. При выполнении одного из заказов мне необходимо было что-то красивое написать, заголовок какой-то красивый. И я начала искать способы, как это сделать, так как, когда я обучалась в университете, у нас не было такой дисциплины, как каллиграфия. И во время выполнения этого проекта я начала изучать каллиграфию, пробовать писать. У меня, конечно, не очень получалось, но мне так это понравилось, сам процесс понравился. Сегодня на выставке мастера Ольги Алексеенко есть работы уже ее учеников. Эти смелые люди отбросили стереотипы о плохом почерке и взяли в руки перо. Кстати, каждую субботу до 26 марта каллиграфист будет проводить в музее «Город» мастер-классы для всех желающих освоить красивое письмо. Век высоких технологий, говорит художник, конкурировать с принтерами нет смысла, а вот найти еще одно занятие для души – самое время. Анна Рашегирова, Александр Антропов, День с толком.